В историческом здании в центре Ульяновска на пересечении улиц Гагарина и Орлова вот уже много лет располагается Дом культуры слепых. В этом году культурно-спортивный реабилитационный центр, как он сейчас называется, отмечает свой 60-летний юбилей. Инвалиды по зрению со всего города и области активно посещают различные клубы и секции центра. Тем более, что в Доме культуры недавно завершили ремонт. Ну за пять лет, которые прошлись с прошлого юбилея, конечно, клуб у нас поменялся. Мы многое сделали для того, чтобы привести его, ну не то что больше, я бы сказал, в хороший вид. И вот, как видите, зал, тем более вы бы здесь бывали, зал теперь у нас на уровне. Сегодня на базе ДК слепых работают хор русской песни, студии эстрадного пения, самодеятельный театр. Из спортивных активностей выделяется настольный теннис со специально адаптированным барьером для незрячих. Также здесь размещается региональное представительство «Радиовоз». Светлана Ефремова работает на радиостанции общественным корреспондентом, а также входит в состав коллектива хора русской песни. Радиостудия у нас работает уже четвертый год. Гости у нас совершенно разные. И приходят врачи, приходят сотрудники библиотеки, очень частыми гостями являются. Освещаем материалы разнообразные. И концерты, которые проходят у нас на территории Дома культуры, и выставки освещаем, которые проводит наша местная организация. Тесным образом центр связан с региональным отделением Всероссийского общества слепых. Как говорит председатель Ульяновского отделения Алексей Аресенко, о деятельности наших незрячих земляков знают во всей стране. «У нас всегда есть хорошие планы, цели, задачи, пути развития. То есть, когда у нас возникают проблемы или трудности, мы озвучиваем не только проблему, но и пути ее решения. И Москва нам, конечно же, помогает. Почему? Конечно же, потому что центральное управление Всероссийского общества слепых – это нормальная практика, так, наверное, должно быть везде». Большую роль в развитии культурно-спортивного реабилитационного центра играет преемственность поколений. Связь сохраняется со всеми руководителями ДК слепых прошлых лет, потому что каждый из них носил свою историческую лепту. «Коллектив, который, можно сказать, моими руками был создан, моим благословением тогда, это коллектив «Симберцит». Вокальный ансамбль в этом году получил звание народным «Мы дружим». И за эти несколько лет, пока я работала здесь, я приобрела столько много друзей. Это замечательные, талантливые люди». В торжественный день на площадке центра развернули выставку ручных поделок из бисера, лоскутов и пряжи рукоделинц Дома культуры. А на юбилейном концерте прошла премьера песни ульяновского композитора и руководителя хорового коллектива «Ульяновские зори» Андрея Салина. «И в силу веры, и в силу веры, и в силу веры». Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили наиболее активных членов общества слепых. На сегодняшний день численность инвалидов по зрению в Ульяновской области составляет порядка трех тысяч человек. Для каждого из них в регионе созданы все условия, чтобы раскрыть свой творческий или спортивный потенциал. Субтитры создавал DimaTorzok